Темы поддержки спецоперации, электроснабжения многоквартирных домов, содержания придомовых территорий и ряд других актуальных вопросов обсудили тверские общественники на очередном заседании Совета ТОС, которое прошло в администрации города. Основой для обсуждения на Совете стала тема поддержки специальной военной операции и развития волонтерского движения в Твери. Руководитель инициативной группы Добро-69ЗВ Вадим Казаков, который неоднократно выезжал на Донбасс, рассказал общественникам о том, как организована работа по оказанию помощи и доставке гуманитарных грузов. Сейчас в его группе более 7 тысяч человек, и количество людей продолжает расти. Сделано 16 поездок, отвезено более 40 тонн гуманитарной помощи. Работа нужная, важная. Ребятам нужно видеть то, что народ рядом с ними. Из других тем в повестку Совета были вынесены вопросы городского хозяйства, в частности электроснабжения многоквартирных домов, О том, какие мероприятия проводятся, чтобы повысить надежность работы электросетей, присутствующим рассказали профильные специалисты. Три года назад мы положили кабели на два фида, усиленной изоляции. У нас везде на всех линиях есть резерв, и среднее время восстановления электроснабжения 1 час 12 минут. Еще один вопрос его по просьбе самих общественников внесли в повестку заседания. Это реклама наркотиков на фасадах зданий. Многие из членов Совета в апреле участвовали в расширенном заседании антинаркотической комиссии. Там как раз говорили о привлечении общественности к комплексной системной работе по противодействию распространению наркотических средств. Запреты понятно, то, что ловят преступника в этом плане, тоже понятно. Но когда будет социальная ответственность общества за то, что это зло распространяется на наших детей, тогда, наверное, будет немножко другая реакция. В завершении Совета представители общественности задали всем присутствующим интересующие вопросы и высказали предложения по дальнейшим планам взаимодействия органов ТОС и муниципалитета.